Распадри 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 Как хорошо, когда такое хорошее настроение, когда такое музыкальное пробуждение, воодушевление. И как хорошо, что гости постепенно приезжают к нам, становятся постоянными. Сегодня у нас в гостях Степан Мезенцев, скрипач-импровизатор, и Петр Маланов, гитарист-виртос-импровизатор. Здравствуйте. 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 Прошел недавно концерт в концертно-театральном центре Евразии. Здравствуйте. Да, и, собственно, рады мы, что вы у нас подзадержались немножко. Ну, так, переночевали пару дней и ночей, может быть, и больше в нашей студии. Хотим познакомиться с новой программой, которую привозили в Новосибирск, и с тем, куда она дальше отправится. Ну, было много музыки. Ну, мы, честно говоря, не любим рекламировать новые программы, потому что все равно остаются в программе какие-то новые, ну, не новые, а какие-то постоянные или долго задерживающиеся, скажем так, в программе. Так сказать, the best, которые всегда... Ну, я надеюсь, что, конечно, которые... Мы, конечно, пытались несколько раз отказываться от того, чтобы сыграть Хаванагилу в концерте, да, Петя? Но не получалось, потому что народ просто требовал. Вот. Поэтому говорит новая программа. Ну, программа, как всегда, то есть мы, естественно, мы всегда находим какие-то новые идеи, новые какие-то, ну, новые вдохновляющие нас произведения на творчество. Поэтому, соответственно, всегда мы что-то новое всегда включаем. Степан, в каком составе приехали? Вот вы вдвоем, но, по-моему, втроем, да, выступали? Да, у нас еще к нам подключился товарищ наш, это мой барнаульский друг Андрей Скляров. Он бас-гитарист. Бас-гитарист. То есть, получается, теперь в составе две гитары и, естественно, скрипка, ну, в эти концерты. Ну, мы тесситуру хотим полностью запомнить, потому что скрипка, гитара и внизу, как основа, бас. Вот, знаете, я вот хотел немножко перескочить, пока не убежало у меня такое вдохновение. На самом деле, в определенный момент я поймал себя на мысли о том, что два инструмента между собой разговаривают. Это, во-первых. Во-вторых, в определенные моменты мне почему-то становится смешно и весело, я бы как-то это так назвал. И, в-третьих, ну, это не выглядит просто вот как ребята, так это официально так наступает. Это действительно игра, общение, радость, быстро и легко. Вот, первое. Настолько это легко, насколько это звучит вот так вот. Прямо. Ну, если ты долго ехал на поезде, где-то около суток, то не очень легко. Если выспался уже, полегче. Вопрос, наверное, даже к репетициям. Как долго, поскольку времени, вместе репетируйте, поделись. Нет, когда у нас произведение уже сделано, мы репетируем на концертах обычно. Нет, потому что у нас всегда, мы играем по-разному. У нас, ну, все-таки, жанр такой эстрадной импровизации. Мы никогда не знаем, чем закончится. Соответственно, нет, у нас, конечно, какая-то форма уже подобрана определенная. Но, в принципе, это такое живое общение. То есть, когда так, а я вот сейчас вот так сыграю, а ты как сыграешь. И поэтому получается, ну, в принципе, как правильно заметить, такой диалог. Ну, а никогда не бывает такой, хотя я не знаю, наверное, к профессионалам такой вопрос задавать. Вот такой ситуации, что играйте, играйте. И вот что-то, наверное, вот здесь не надо было вот это вот играть. Это называется, называется очень простой термин есть для этого слова. Затупили. Бывает такое, как уже заиграли. Как вы ходите из ситуации? Играем второй раз то же самое, и все думают, что это импровизация. Плюсы точно, плюсы, да. Если по нотам уже никуда здесь. Часто приходится менять программу вот прям вот по ходу действия. Я понимаю, все импровизационно, но... Ну, да, потому что мы смотрим на аудиторию, на публику, которую... То есть, если мы видим, что, например, в зале сидит больше молодежи, мы тут же, например, можем... А, давай вот это сыграем там, что-нибудь. Причем это на каждом концерте. Если мы видим, что больше, например, там людей более старшего, солидного возраста, то есть мы, естественно, тут же там добавляем, скажем так, какие-то романцевые части. Ну, то есть то, что может понравиться данной аудитории. А, кстати, в зависимости от региона, меняются вкусы у населения? Или все примерно слушают одно и то же, да? Нет, ну, какие-то вот народные вот такие веселые вот такие штуки, они заходят везде очень хорошо. Вот. То, что касается, например, каких-то вещей таких, ну, более, ну, авторских, что ли. Вот. Тут, например, вот у нас с Петром, Петр, он такой с виду человек более спокойный, но в самом деле он более вешенный. То есть на сцене он такой, ну, в плане, то есть вот какого-то интермирамента, он более веселый. А я внешне кажусь человеком таким вроде бы, таким экзальтированным, у меня, наоборот, грусти очень много. Поэтому, например, я заметил, что, ну, например, мы играем, Петя играет свою там мелодию, у него она такая, такого заводного плана, то есть я говорю, Петя, я тебе все время представляю из гитары в шортах, ведущим по пляжу под эту мелодию, ну, она такая, то есть вот как вот, чтобы потанцевать все. После этого я играю, значит, что-то такое, ну, там, например, есть у меня композиция, называется «Дождь». Вот, ну, она такая довольно печальная, грустная, она, по мне, она довольно концептуальная такая, то есть она более серьезная, вот, естественно, для меня она больше, ну, ближе мне, вот. Но я заметил, что там, где, например, более такие столичные города, там вот, например, вот этот дождь, он лучше воспринимается, чем пепетины, вот, ну, такие более, такие легкомысленные, скажем так. Это вполне возможно, потому что ритм постоянно, везде все бегут, и как бы спокойствие им, вот, хотелось бы. А вот были на Севере, да, сейчас петь, вот, вот, насколько ты, вот, хорошо, да, суровые люди, но они вот, сразу почувствовалось, что вот они заценили вот песену, вот эту пляжную песенку, больше, чем, нежели мои какие-то там откровения. Ну, а часто приходится выступать, вот, скажем, в полном составе с каким-нибудь оркестром, или больше любите играть в своей, вот, скажем, тройке игроков? В зоне комфорта это у нас игра все-таки, ну, вдвоем, даже вдвоем, даже не втроем, потому что, скажем так, больше возможностей для кораблей лавировали, лавировали. Да, 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 просто нет, два инструмента дополнительных, там уже все, не выкрутишься так легко, да? Да, да, там три уже, три инструмента уже сразу вместе не подхватят, что-то, что-то, что-то сию минуту приходящее. То есть полное взаимопонимание, конечно, вдвоем, оно легче. Степан, а про инструменты, у меня личный вопрос такой, вас погонение из Сибири называют, слышали, наверное, конечно. Это какой-то бред какой-то. Ну, тем не менее, звучит хорошо, лестно, почему нет. Не знаю, мне кажется, нет. Расскажите про скрипку. Вот скрипку. Откуда, как досталось? Скрипку я учился здесь, в Новосибирской консерватории. В это время я подрабатывал во всяческих злачных заведениях по вечерам. Вот, я себе на эту скрипку сам заработал. Вот, с тех пор я ее не менял. У меня, конечно, есть еще одна скрипочка уже. Я позже себе купил, она такая цыганская, цыганская-венгерская инструмент. Но вот эта скрипка, она у меня, я ее использую как такой полуакустический инструмент, потому что у меня там есть датчик, есть микрофон, который и для включения. То есть меня она по звуку полностью устраивает. Вот я, и поэтому смысла менять мне инструмент я пока не вижу. Ну, а, кстати, вот что касается действительно вот дорогих скрипок, вот типа Паганини, Страдивари и... Амати. Нет, ну просто нет, ну там вообще много различных мастеров итальянцев. Они действительно настолько, просто вот к нам приходили, вот кто-то играл, да, держал в руках, у кого-то были. Но мы не знаем, насколько действительно они классно, здорово звучат. Стоит вот они своего. Знаете, самое главное, самое главное все-таки... Это экспонаты музейные. Ну, да. Я сейчас даже расскажу такую историю, как вот мастера, как они оценивают это дело. Мне объясняли в Москве, кстати, там Амиран Павлович Аганезов, был такой мастер изумительный. Вот, и он рассказывал, говорит, самое первое, на что смотрит инструмент, это состояние инструмента. А, ну, его происхождение, скажем так, первое. То есть это итальянский мастер 400-летней давности, это, естественно, будет инструмент. Второе, на что смотрят, звук, нет, это не звук, это то, что его, как его состояние. Вот у меня, например, состояние инструмента отвратительное, то есть по понятиям мастеров, потому что у меня вот дека уже там с трещинами, ее лечили мне эту скрипку, и она у меня в каких только ситуациях не бывала. Вот, и в Южной Корее она у меня расклеивалась от влажности, вот так вскрывалась просто полностью. Вот, и, вот, а, говорит, только третье, на что смотрят вот мастера, это только звук. Только первое происхождение, второе состояние, третий звук их особо не интересует никогда. Вот мастеров. Они, конечно, умеют делать этот звук. А, а еще мне вот сказали такую фразу, ты, говорит, если у тебя звука нет, ты, говорит, хоть с традиварями обвешивайся, а ты звучать не будешь. Слушайте, но мы, слава богу, люди здесь не такие уж настолько профессиональные, а не искушенные в плане выбора музыкальных инструментов, поэтому мы все-таки следим больше за звуком, и наши зрители тоже. Поэтому хотелось бы еще одну музыкальную композицию на, так сказать, пробуждение, либо для поднятия настроения, может быть, либо создание юридического. Ну, давай. Ну, куда ты мне влезешь? Ну. Смычка, смычка. 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 А хорошее музыкальное настроение сегодня к нам в студию принесли Степан Мезенцев, скрипач-импровизатор и Петр Маланов, гитарист-виртуоз-импровизатор Спасибо вам большое Спасибо огромное, хорошего дня